Вполне допускаю, что это могли быть даже те же самые люди, которые кричали сначала одно, а потом кричали другое. Друзья мои, давайте сегодня прославим Господа, который входил когда-то в Иерусалим, который пострадал, который умер, который воскрес, и который грядет вскоре опять на нашу землю, ноги которого станут опять на горе Елеонской, который придет, чтобы взять нас, взять своих. Друзья мои, мое сердце переполнено благодарностью Господу, славою и радостью, поэтому от всего сердца, от всей души давайте воздадим Ему славу, пригласим Его, пускай Он сегодня занимает главное место в нашем собрании, в нашей жизни, Он достоин славы, Он достоин хвалы, Аллилуйя! Молимся, благодарим Его, Господи! Слава Тебе, Господь! Хвала Тебе, Иисус! Мы, Господи, благодарность Тебе приносим, Боже, за все то, что Ты сделал для нас и делаешь каждый день, Господи! Благодарность Тебе, Боже! Слава Тебе, грядущий Иисус, царь Израилев! Наш царь! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за все! И в это время молим Тебя, благослови, Боже! Мы пришли сюда, Господи, не иначе, как во имя Твое, Господи, чтобы восстать Тебе достойную славу, Господи, Твоему святому имени! Ты достоин, Господи! Прими ее, Господи, от наших уст, от нашего сердца, Господи! Благодарим Тебя, Боже! Поглоняемся Тебя, превозносим Тебя! Любим Тебя, Господи! Ты наш Бог! Ты царь царей, Ты Бог богов! Аллилуйя! Твое первое место в нашем слубрании, Боже! Благослови, Господь, каждого! И Твое имя пусть будет благословенно и прославлено! Аминь! Когда Он въезжал в Иерусалим, Ему восклицали, Асана, Ему восклицали! Я хочу именно обратить внимание, восклицали! Вы знаете, сегодняшний день, может быть, ты никогда не восклицал, но это время для тебя воскликнуть сегодня! Может быть, ты любишь тихое присутствие Господа и просто быть в нешумном обществе! Дорогие, но вы знаете, Господу нравится, когда мы восклицаем, когда мы Его превозносим, когда мы Ему плачем перед Ним, когда мы поклоняемся, когда мы смиряемся, когда мы торжествуем! Дорогие, поэтому сегодняшний день я хочу, чтобы мы воскликнули Асана нашему Господу, Асана Царю! Асана Владыке! Будь сегодня живым для Господа! Будь сегодня живым для Его Царства! Вы знаете, Бог, который сидит на троне, мой Бог, Он не достоин, чтобы Ему за унылую песню пели, какое-то непонятное хлюпанье, как-то Алекс говорил, непонятно что-то! Бог мой, Он конкретный Бог, Он есть Бог славы, Бог есть Царь Царя и Бог Богом! И Он любит, когда перед Ним приходят и поклоняются Ему, когда Ему восклицают, когда говорит, что Господь есть Царь, Ты есть Бог, когда утверждает Его Царство, когда Ты утверждаешь внутреннего Своего человека, и говоришь, Господь есть самый великий мой Бог! Аллилуйя! И я буду шуметь перед моим Господом, потому что ангелы шумят на небе, и не умолкают, восклицая, достоин святый Бог! Аллилуйя! Извините, что я шумлю, но я люблю Господа моего, и мой Бог, Он достоин славы, Он достоин величия и славы! Повернись к величему и скажи, восклицай Господу, и радуйся Боге Своем! Аллилуйя! Торжествуя, Господи, Твой Бог великий славен! Аллилуйя! Аллилуйя! Я буду славить Господа моего! Аллилуйя! Каждый день на устах моего, это прекрасное соля имя Иисуса! Аллилуйя, ты прекрасен, мой Бог! О, я люблю тебя, Иисус! Аллилуйя! Каждый день на устах моих, это славное имя, это славное имя Иисус! Я не знаю имен других, я не знаю имен других, лишь его я предвосношу! О, да, Господь и достоин, Аллилуйя, превоснусь в сон мой Бог! О, да, Господь и достоин, Аллилуйя, превоснусь в сон мой Бог! Господа Христ Physics, Я буду помнить все и errado,holя! Аллилуйя! Я буду славить Господа Христfish, Я буду помнить все иglass! Я буду прессивить Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, ты мой Бог, ты святой достоин Аллилуйя, аллилуйя И когда солнце свет горит Согревая всю землю теплом Согревая всю землю теплом Поем сердце опять звучит Поем сердце опять звучит Иисусу царю самой И вновь я буду славить Больво Господа Я буду восклицать Его Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь теплу, аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь теплу, аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь теплу, аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все его дела Я буду петь ему, аллилуйя, аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все его дела Я буду петь ему, аллилуйя, аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду поменьше, 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 я буду поменьше. Богу все его дела, я буду петь ему Аллилуйя, Аллилуйя. Ты есть Господь, и когда ты сегодня на троне, царь славы, ты Господь, есть Бог сил, мы сегодня преклоняемся перед тобою, и мы знаем имя Иисуса, мы говорим о возвышенном об этом имени, мы торжествуем, потому что это имя принесло свободу и радость, Господь. Без тебя моя жизнь, это было унылое просто существование здесь на земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Никто мне не может заменить тебя. Никакой отец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok мой отец и царь на всей земле я не боюсь мой Бог Пусть пушует Пусть пушует, что микрон гремит На пуре буду я с тобой болит Мой отец и царь на всей земле я не боюсь мой Бог со мной Аллилуйя, мой Бог со мной не убоюсь, не убоюсь Господь, примечащий мой Бесбосенье, моя Ватью, Бинства, не поконят я Укрой, бездельный бред ты защитник… ты защитник… я бережю щеню вале и судьбе, твой Бог Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так я ехала домой под благодатью, я должна была забрать маму, заехать Сашину маму забрать, и я как бы подъехала к ее апартменту, но я разговаривала со своей сестрой по телефону, и как бы она говорит, Леса, я буду молиться за тебя, я ей рассказала некоторые свои желания, которые я хочу сделать для Бога, она говорит, я буду молиться за тебя, и мы такой хороший разговор имели, я аж прослезилась, тоже такая благодать меня наполнила, и вы знаете, и потом я закончила разговор, позвонила маме Сашиной, чтобы она выходила, и жду ее, и вы знаете, подходит человек к моей машине, и показывает, чтобы я открыла окно, но я так, нет, я не открою, А потом, я даже не знаю почему, но я открыла ему окно, вот, он говорит, ой, ты знаешь, меня мама ждет, мне нужно и срочно позвонить, а у меня вообще страха не было, потому что я полностью, я размышляла совсем о другом, говорит, дай мне селлорфон позвонить, я говорю, нет, я не дам тебе селлорфон, я говорю, я наберу твой номер и скажу маме, что ты ее ждешь, Я начала набирать, она говорит, ты знаешь, если она услышит женский голос, я буду в проблеме, и он такой перепуганный, но вы знаете, его говорил о нем, он такой лысый был, в сережках, спущенные штаны, я даже не знаю, я взяла, дала ему селлорфон, и он так, Джо, там, где ты? И вы знаете, меня такой страх наполнил, и я думаю, дала телефон, зачем я ему дала телефон, но мне стало страшно, и мама не выходит, я заметила, что уже Сашина мама долго не выходит, и у меня какой-то такой страх обял, вы знаете, я думаю, что мне делать? Закрывать окно сейчас и убегать, ну, уезжать быстро, и вы знаете, тут мама вышла, Сашина, и он взял телефон и сильно убежал с моим селлорфоном, вы знаете, у меня так стало неприятно на душе, потому что была на спевке, с такими приятными людьми, с божьими людьми, они всегда приятные, с сестрой поговорили, и тут передо мной просто стелс, как дьявол сам, знаете, я почувствовала, что просто дьявол мне хотел это напортить, вы знаете, мне очень неприятно было, мама уже села в машину, она увидела, как он убежал, вот, но вы знаете, я пришла, Саша рассказала, Саша говорит, Лейса, зачем ты открыла окно, он мог бы убить тебя, вы знаете, я действительно, я хочу поблагодарить Бога, что Божья охрана есть надо мной, и на следующий день я пришла в калыш, мне неприятно было пару дней, именно почему-то неприятно, потому что я чувствовала, что как бы дьявол посмеялся надо мной, понимаете, он, что ты вот в таком присутствии Божьем, тебе было легко, хорошо, и ты так поверила этому человеку, пусть этот селарфон был дорогой, мне муж его подарил, вот, хоть он его купил по сейлу, но он на следующий день поехал, хотел такой же самый купить, вот, он стоит 300 долларов, мы за него столько не платили, сейчас у меня очень старый за 20 долларов селарфон, но вы знаете, через этот случай, на следующий день я еду, мне так неприятно, мне так нравился этот селарфон, но я говорю, Господь, я благодарю Тебя, что меня забрали этот селарфон, я благодарю Тебя, и вы знаете, через этот случай я почувствовал, как Господня сила, она все равно сильна, понимаете, насколько дьявол, он может на минуту какую-то неприятность сделать, но он не может большую пакость сделать, даже на следующий день я сижу на уроке и говорю, Господи, пусть этот человек, я верю, что Твоя сила реальна, пусть этот человек мне принесет домой этот селарфон, но потом думаю, нет, я так не буду молиться, просто сейчас, когда я проезжаю мимо этого места, я сразу начала молиться, Господь, просто разрушь, разрушь, чтобы он никому больше не причинил такой неприятности, может даже и больше, может быть, он хотел и сумку мою забрать, может быть, он и убить меня хотел, я не знаю, но говорю, Господь, разрушь, как я проезжаю этого места, и как раз Павел на спевке говорил, говорит, вы не знаете, насколько сильны наши слова, насколько сильны, и я просто верю, сейчас я проезжаю туда, и я верю, говорю, Господь, разрушь дела дьявола, потому что это все дьявол делает, а Господь силен, и я Ему воздаю славу за то, что Он спас мою жизнь, алиуэм. Друзья, я тоже хочу поделиться, я всегда каждое утро, когда просыпаюсь, говорю, Господь, вот сегодняшний день Ты дал нам, пожалуйста, используй меня хоть где-то, и что Вы думаете, сказала, так и забыла, пришла на работу, и меня позвали потом, просто говорит, Лиля, помоги там перевести одну вещь, я быстренько побежала, прибегая, лежит пациент, я говорю, что с ним случилось, они говорят, он себя хотел убить, я думаю, Боже мой, ну не так же потрудиться, что-нибудь полегче, что-то убить, и меня сразу, подхожу, подхожу к нему, и смотрю ему в глаза, очень приятный пожилой мужчина, я говорю, здравствуйте, меня зовут Лиля, улыбаюсь, я хочу Вам немножечко сегодня помочь, что с Вами случилось? Он меня посмотрел таким пустым, далеким взглядом, и отвернулся, я думаю, Боже мой, ну видать, не так улыбалась, говорю, как Вас звать? Он посмотрел на меня и говорит, девушка, Вам нету времени, выйдите, работайте, со мной все будет хорошо, а, кстати, берет мою руку и говорит, дайте мне, пожалуйста, такого сильного-сильного лекарства, чтобы до пяти вечера я уже умер, я думаю, Господи, я отошла немножко в сторону, стала молиться, говорю, Господи, ну не на моих же глазах этот человек уйдет в ад, ну дай мне что-нибудь такое ему сказать, чтобы он просто очнулся, а смотрю, и вот знаете, когда Вы смотрите человеку в глаза, Вы можете понять, что или этот человек живет, или этот человек уже просто мертвый, я смотрю, и мне просто так его стало жалко, я подхожу и говорю, Юрий, я узнаю Ваше имя, моего Папы имя также звать, и Иисус очень сильно любит Вас, Он на меня посмотрел и так стал смеяться, как дьявол, я думаю, Боже мой, обратно ляпнул не то, что надо, ну я же тебя попросила, пользуйся мною, Он потом смотрит и говорит, знаешь, Лилечка, не знаю почему, но я тебе верю, мы с ним долго стали разговаривать, и я посмотрела, как у этого жесткого сердца, которое стало смеяться, в первые минуты моего разговора с ним оно стало плакать, и мы с ним стали говорить, говорить и говорить, я говорю, Вы должны попросить у Бога прощения, потому что не Вы жизнь захотели себе дать, а Вам Бог дал, не по своему желанию Вы в этот мир пришли, не по своему желанию Вы с этого мира уйти должны, и он стал плакать, и я потом ушла, когда я говорю, Господи, мне так приятно, что Ты мной сегодня пользовался, я не знаю на сколько, на 5%, на 2%, но я знаю, что когда я приду в небо, я узнаю этого человека, я скажу, Юрий, я Тебя помню, слава Богу. Слава Господу, братья и сестры, дорогие детки, поспешите сюда для молитвы благословения, все, пожалуйста, детки, я думаю, Вы все готовы в воскресную школу, вижу, папки, Библии, все, наверное, и деньги в папочках лежат, а, детки, поспешайте сюда для молитвы благословения. Дорогие мои, одно место хочу прочитать, два стиха. Детки, может, кто-то хочет рассказать стишок, который Вы сегодня выучили. Вот есть желающие. Ну, я не могу перевести, дорогие мои. Я не могу перевести этого малыша, но я думаю, что это смелый проповедник, смелый проповедник. Пускай Господь благословит. Дорогие детки, кто? Вот, Рома, да? Только голосно говорим. Праведный верою жив будет Римлянам 1.17. Мэрия и Джозефы находились в храме, сидя с Иисусом, сидя с Иисусом, сидя с Иисусом, задавая им вопросы, и задавая им вопросы. Спасибо. Кто еще хочет рассказать, детки? Кто еще? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Аминь. Кто еще, детки? Аминь. Кто еще хочет? Аминь. Вот еще, Джейсон. You come to fight me with a sword, a small spear, and a large spear, but I come to you in the name of the Lord, Lord of Heaven's armies. Спасибо. Я вас праведливая перед дочами, Господа. Аминь. Кто еще, детки? Сегодня праздник, дорогие мои, столько желающих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Аминь. Аминь. Это так, дорогие мои. Спасибо, детки, что вы готовы идти в воскресную школу. Марка 11, 8 и 9. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Асана благословен грядущий во имя Господне». Дорогие мои, сегодня мы в преддверии великого праздника. И здесь вот пальмы, ветви лежат. И сегодня праздник, дорогие мои. Толпа, она кричала. Вы представьте себе, когда толпа кричит, «Асана, Асана, Асана грядущему». Дорогие мои, сегодня мое пожелание для каждого из нас. В толпе хорошо быть. Но сегодня Господь задает вопрос. В моей личной жизни звучит ли «Асана» моему Спасителю? Вы знаете, я слушал свидетельства Леси, «Асана» и говорю, «Слава тебе, Господь, что в ихней жизни звучит «Асана» тебе». Дорогие мои, детки, в вашей жизни Господь хочет, чтобы в вашей жизни, не только в церкви, на каждом месте звучала «Асана» вашему Спасителю. А как она может звучать? Если вы обманываете своих родителей, звучит «Асана» Господу? Нет. А если мы берем неправильные вещи, то, что не нам принадлежит, звучит ли «Асана» Господу? Нет. Поэтому, дорогие мои, в свое время Давид имел тяжкое время в своей жизни. И он пришел в ту ситуацию, где у него не было в его душе, в его духе «Асана» моему Спасителю. И он пришел и сказал «Испытай сердце мое, Господь!» Дорогие мои, я желаю каждому из вас, детки, папы, мамы, бабушки, дедушки, чтобы в эти дни, не только в церкви, каждый день на работе, в школе, в госпитале, где мы не были мы, всегда в нашей жизни мы показывали, в нашей жизни мы довольны всем. Из нашей жизни звучит «Асана» моему Спасителю. Это ценно, дорогие мои. Поэтому сейчас я приглашаю всех, мы встанем, благословим наших деток, учителей воскресной школы, для того, чтобы они имели благословение. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе, мы славим Тебя. Господь, как хорошо быть под Твоим покровом. В тени крыл Твоих мы покоимся. Аллилуйя! И поэтому Ты тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы можем уходить из-под крыл Твоих. Прости Ты нам, Господь! Мы желаем, чтобы в нашей жизни всегда звучала «Асана» на Тебе, наш Господь. Благословляем наших детей, Господь, нашу будущность. Пускай они будут, их жизнь светлая, примерная. И всегда показывала то, что мы есть дети Твои, Господь. Благословляем это служение. Тебе пускай будет слава в нашей жизни. Аминь. Дорогие мои, одно объявление. Сегодня после служения будет пицца для детей и будет сладкая вата. Мы благодарны Игорю, который спонсирует эту пиццу. Но хочу одно сказать. К сожалению нашему, еще уже сколько у нас месяцев пицца есть, первая неделя месяца. Мы еще никогда за все существование, когда была пицца, не перекрыли то, что мы тратим. Игор, он делает donation для воскресной школы. Мы хотим, чтобы наши детки, они скушав пиццу, могли принести благословение для себя же в воскресную школу, дорогие мои. Поэтому сегодня я просто прошу, если вы хотите благословить ваших детей, положите в конвертик пожертвование. Мы их отдадим в воскресную школу, в кассу, в воскресной школы, сказать, фонд. И это будет благословение для наших детей. Поймите, никто не думает продавать и устроить здесь бизнес. Это все для того, чтобы Господь в нашей жизни был прославлен. Благословение вам. Благословение вам. Субтитры подогнал «Симон» 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 Захищай від ворогів Мені легко на дорозі Як з собою я йду Субтитры подогнал «Симон» Мені легко на дорозі Як з собою я йду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые друзья, я Субтитры подогнал «Симон» 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 а теперь лежи, подумай, хорошо подумай. И ушел. И так было. Может быть, и ты, и я упал. И мы встречали людей духовных, и они так нам говорили. Но однажды, когда так, он лежал в своей боли, в своей проблеме, в своей ситуации, подошел кто-то, ничего не говорил. Но он начал служить. Он начал служить. Он покрыл раны. Омыл, поднял, положил и понес. Понес тебя. Друзья, меня не легко нести. Мне 89, 88, 87 килограмм. Всегда колеблюсь. Попробуй подними даже мои килограммы. Но временами легче килограммы поднять, тяжелее поднять ношу духовную. Просто подними. Просто попробуй вместить человека. Но он это сделал. Друзья, с кем это произошло? Кто сидит в этом зале? С тобой произошло ли это? Если не произошло, может быть, сегодня ты чувствуешь, что какое-то покрывало ложится, кто-то касается тебя. Это тот добрый самарянин. Открывай ему сердце. И он готов служить больше и больше. И я это говорю к тому, чтобы у тебя нашлось слово восклицать и славить ему. И вот этому Господу, который это сделал со мной, сделал с тобой, может быть, это было давно, может быть, это было вчера, может быть, это происходит сегодня, давайте всем сердцем, все собрание, давайте скажем, слава ему! Аллилуйя ему! Он достоин славы! И бы просто хотел, чтобы мы взяли минуту времени и просто говорили, слава тебе, Иисус! Аллилуйя тебе! Ты достоин славы! Я славлю тебя! Однажды я лежал, а ты поднял меня. Однажды я был изранен, ты исцелил меня, ты взял мой дух, израненный, и изменил меня. Он это сделал. Аллилуйя ему! Аллилуйя! Друзья, мы должны брать время, чтобы подойти к нему вот так вот и славить его. Мы должны взять просто время. Друзья, конечно, нам музыкальные инструменты помогают, но мы должны это делать и без музыкальных инструментов. Мы должны просто подойти к нему и сказать своей душой, Господь, ты это сделал. Я был там, я лежал, может быть, я сейчас лежу в какой-то ситуации, но я знаю, многие люди проходят, но я знаю, я жду тебя, добрый самарянин, я знаю, это твоя дорога, ты всегда идешь, его путь лежит там, где нуждаются люди. Даже не просто нуждаются. Помните, один человек был полностью бесноватый, рвал цепи, и все боялись ходить мимо той дороги, а он приплыл туда, через все море, чтобы найти такого умалишенного, одержимого, бесноватого, в котором были легионы бесов, он пришел к этому человеку. Друзья, ищем ли мы таковых людей, желаем ли мы найти таковых людей, но это его желание. Вот наш Господь, каков он. Аллилуйя ему. Аллилуйя. Вообще, я не проповедую. Я пришел призвать вас к служению деньгами. И у меня есть только одно выражение, одно слово. Я прошу Ашеров, пусть пройдут сюда. И если у вас есть чеки, пишите их. Говоря, Иисус, ты достоин принять мой чек. Я хочу поклониться тебе моими деньгами. Хочу послужить тебе. Пишите и будьте щедры. Но не настолько, как будете щедры, если даст Бог в следующее воскресенье, потому что в следующее воскресенье мы хотим принести Богу особенную жертву. Потому что в следующее воскресенье мы будем вспоминать и будем говорить, что Иисус Христос воскрес. И все собрание пусть скажет воистину воскрес. Аллилуйя. Итак, однажды Самуил подошел к Саулу и сказал, послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Друзья, может кто принес миллион долларов сейчас на собрание. Это хорошо. Но Господь смотрит на твое послушание. Может Он тебе говорил доллар принести или два, или пять, или десять, или сто, или тысячу. И Он смотрит на твое послушание. Не на твою жертву, а на твое послушание, на твое повиновение. Друзья, я знаю одно, что мы никогда не принесем больше, чем Бог нам говорит. Нам тяжело принести больше, чем Он нам говорит. Но я скажу вам одно, Бога радует очень сильно послушание, потому что в послушании есть и твоя вера, и твое доверие, и как ты полагаешься на Него. Все заключается в послушании. Отцы, вы когда-нибудь говорили, ребенок, прыгай в мои руки? Большинство детей прыгает, когда они доверяются, но когда они взрослеют, они начинают думать, а удержит ли, а выдержит, а вдруг промахнулось и мимо, и так далее, и много мыслей, и нету этого доверия. Друзья, но однажды произошел случай с Петром, когда Иисус шел по воде, и они вскричали, думали, что призрые, но Иисус говорит, это я, не бойтесь. Петром говорит, если это ты, то позволь мне идти к тебе. Он говорит, иди. Он встал и пошел по воде. Потом он начал тонуть, потому что Христос сказал, усомнился. Друзья, я знаю, что мы живем в такой экономической положении, что многие ходят просто по воде благодаря благодати Божьей. И будешь ходить, пока лежит под твоими ногами Его Слово, и пока не сомневаешься. А послушание это полное доверие, в котором нет никакого сомнения. Поэтому будь послушен, потому что Бог смотрит на твое послушание, а в нашем послушании мы принесем Ему великую жертву, потому что Он достоин хвалы. И вспомни, Он добрый самарянин. Давайте встанем и воздадим Ему славу. Отец Небесный, мы молимся сейчас, чтобы отдать Тебе всю славу, честь и благодарение. И прими эту хвалу, благослови эту жертву, которую народ держит в своих руках. Это наше повиновение послушание послушание Тебе. Ибо Ты сказал принесите и мы несем. Ты сказал давайте. И мы Господь даем во имя Иисуса, во имя Иисуса благослови все собрание, благослови всех, благослови бизнес, благослови работу, благослови каждого Господь, каждый дневный труд. Во имя Иисуса Христа мы это просим и благодарим. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, вы делаете хорошее дело, вы жертвуете Господу. Пусть Господь благословит вас. Я благословляю ваши все бизнесы, ваши рабочие места, чтобы вы постоянно там ощущали присутствие Божие, там где вы работаете, чтобы радость наполняла. Вы знаете, когда мы с финским этим проповедником ездили по бизнесах и молились за людей, вот такое служение, люди плакали, рабочие плакали, как хорошо, что вы приехали. Пусть Господь благословит, мы постоянно молимся за вас. Сегодня праздник, и я благодарен Господу, что мы можем быть на этом месте, вот, и я благодарен Господу, что у нас и гости есть, мы вам рады, дорогие гости, мы вас приветствуем. Давайте поприветствуем гостей. Я знаю, что это праздник очень радостный и торжественный праздник, почему-то так в сердце у меня есть, хотя мы часто акцентируем свое внимание на то, что Христос плакал, и мы тоже нам как-то скорбно, но этот праздник действительно это триумф, это победа, хотя может часто мы думаем, что его не поняли люди, Христа не поняли люди, правда, он плакал, и через это он плакал, что люди не понимали, почему, как он идет, но действительно он пришел, вошел победителем и победил, он достиг свою цель, цель была достигнута, слава Господу, потому что люди по одному понимали, а Христос у него была своя цель, он знал, что он делает, действительно в Иерусалиме и в храме утвердил царство свое, благословенно грядущее царство во имя Господа, давайте скажите друг другу, благословенно грядущее царство во имя Господа, напомните друг другу, напомните, напомните, скажите, 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 молодежь, говорите, провозглашайте, благословенно грядущее царство во имя Господа, аллилуйя, слава Господу. Это очень важно. И действительно, он утвердил там, в Иерусалиме, свое царство на веки в веки. И которое никто, оно не будет передано другому. Оно никогда не сокрушится. Аллилуйя! Смотрите, империя коммунистическая. 70 лет посуществовала. Казалось бы, никто никогда ее не разрушит. Но даже никто молотком не стукнул. И ни одного выстрела не было. Все было разрушено. И передано другому. Слава Господу! Царство Господа, оно никогда не передастся другому. Он царь царей, Господь, господствующий. Аллилуйя! Прославим Его! Аллилуйя! Дайте славу Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Вот это знаменательный праздник, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Вот этим. Я читаю местописание, где Рок Захария за несколько сот лет до Рождества Христова, до того, когда оно будет совершиться. Вот я описал этот день. Это 9 глава. Книга про Рок Захарии из 9 стиха. Прочитаю несколько стихов. Веку я от радости дочь Сиона. В других переводах дочь Сиона. Надо, чтобы вы понимаете. Торжествуй дочь Сиона. Иерусалима сеть царь твой грядет к тебе праведный и спасающий кроткий сидящий на ослице и молодом ослице сыне под Яремной. Тогда я истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме. И сокращен будет бранный лук и он восвестит мир народам и владычество его будет от моря и до моря от реки до концов земли. А что для тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изорва в котором нет воды. Аллилуйя Слава Господу это Божье обетование это пророческое слово которое сокрыло в себе сильное обетование настоящего времени для тебя Аллилуйя Слава Господу Господь задача Господа была утвердить царство как я сказал и освободить всех узников и вести его в царство Господа Аллилуйя наших узников за которых мы молимся вы знаете у меня есть небольшой список такой за которых я молюсь постоянно там 20 человек написано и я благодарен Господу что уже я недавно записал эти где-то полгода как записал и уже несколько человек пришло к Господу Аллилуйя Слава Господу Господь освобождает узников через твои молитвы через твое служение через обетование через завет который Господь заключил с тобою Аллилуйя и в этом слове есть завет Господа Слава Господу поэтому ликует радости Аллилуйя вы знаете я представляю престол Бога и там все окружение и там ни одного нет унылого лица все унылые были сброшены это правда вы знаете когда возгордился тот самый тот который должен радоваться то его лицо опустилось наверное стало такое как кислоту его лимонную окунули все и поникло все и Бог смотрит на нас и говорит что ты все иди туда и пошел и все пошли кто был печален поэтому там нет места печали дорогие мои я никого никого не хочу упрекнуть никому ничего не хочу сказать такого чтобы огорчить вас но Бог не нуждается в наших печальных кислых видах и лицах его престол не нуждается там там нет места такого там все в движении там всем радость радость наполняет слава слава Аллилуйя Аллилуйя там там эти хирурги я не знаю ну я когда приду я увижу я вам расскажу как это все но но там все в движении там эти крыльями они взмахи крылья это все слава 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 Господу вы знаете прошлое воскресенье мы молились и я преклонил колени когда Дух Святой наполнил и я я ощутил такой как шум ветра пронеслось я открыл глаза думал кто-то бежит возле меня никого не было это Господь Аллилуйя слава Господу Господь туновением ветра проходит Аллилуйя и не знаешь откуда приходит и куда и уходит так бывает со всяким рожденным свыше слава Господу поэтому не будем унылыми давайте будем радостны но многие со мной не соглашаются и я разделяю вашу вашу точку зрения я тоже иногда я плачу много в последнее время очень много плачу но я на собрании не хочу плакать когда я являюсь при лице Господа я не хочу плакать я плачу в другом месте есть место где мы можем плакать потому что Христос плакал и есть причина есть несколько причин почему люди плачут вы знаете что есть люди от злости плачут я видел таких людей такой злой и ничего не может сделать и плачет покаяние пришло ой слава Господу что мы другие что вы другие что вы не такие вы добрые вы хорошие вы благословенные вы любимые Господом я вас тоже люблю да вы мне все нравитесь слава Господу а вы меня любите или нет слава Господу спасибо это приятно понимаете это приятно вы знаете иногда человеку очень мало надо вот так мы устроены сказать я люблю тебя в принципе знаете я недавно посетил одну церковь ну когда отеченский проповедник был ну не буду говорить что за церковь да там пастор и вы знаете пастор так ну нормально ну несколько комплиментов мне сделал он вызвал потому что я редко очень бываю там вы знаете да сколько это было приятно слава Господу поэтому ликуй от радости дождь Сиона все царь твой градет все царь твой градет я бы хотел дорогие мои и чтобы Господь сегодня все силой и властью вошел в наш в наш 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 Иерусалим Иерусалим это образно это церковь Бога живого и мы есть храм каждый по отдельности есть храм и цель Господа когда он шел направляться в Иерусалим его цель была посетить храм и там совершить то что он должен бы совершить аллилуйя он пришел там он там навел порядок он посетил храм это было писание говорит что два раза в начале своего служения он заходил в храм и очищал храм и в конце своего служения он тоже очищал храм два раза и написано когда он очистил храм то потом начал служить евангелист Лука говорит что он пришел уже под вечер и когда время было позднее то он вошел в храм посмотрел все все смотрел потому что это его место он должен там служить он хозяин там и он должен везде заглянуть это не любопытство нет он все осмотрел потому что это его собственность это его часть это передано ему было отцом небесным он осмотрел все и наверное там люди которые немножко так сказать чувствовали себя не в должном состоянии то есть занимались не тем что надо наверное были в трепете ну что сейчас будет потому что неоднократно они получали от Иисуса да особенно когда он сделал бич из веревок кому-то влетело сильно и думает ага прошел ну сейчас мне будет смотрю прошел вы знаете и когда я еще был не женат молодой мы в принципе я и сейчас не старый вообще-то и мы боялись когда придет ну знаете молодежь есть молодежь и когда приходит пророк мой мой тесть ну будущий тогда тесть вот Федор он пророчествовал он и мы все все его любили очень и все боялись его когда он живет в служении то мы в таком благовении находимся больше боялись его чем Бога боялись потому что Бога не видно он сидит рядом вот чтобы хотя бы ничего плохого не было сказано потому что мы знаем что мы заслужили не все хорошее и что-то плохое мы заслужили и и будет обличение а не дай Бог это если при всех ой-ой-ой вот я знажды я так молюсь а он а он так ухо прислонил ко мне как-то надо подобрать такую хорошую молитву чтобы ему понравилось ну чтобы как-то угодить чтобы все нормально было ну а он слушает а я говорю Господи я тебя люблю я на тебя уповаю Господь а он уповаешь мало уповаешь надо больше уповать Господь говорит вот тебе на действительно иногда дорогие мои Господь проходит и он ничего не говорит даже когда нам нужно много кое-что сказать это нормально а иногда говорит вот Христос пришел и посмотрел все и ничего не сделал но на следующее утро он сделал все что хотел было сделать там и больше того его миссия не закончилась там в храме его миссия закончилась на Голгофе аллилуйя на кресте это самая была кульминация самая была вот эта точка где он должен для чего он пришел на землю он пришел чтобы умереть на кресте за тебя и за меня это люди не понимали они совершенно этого не понимали как вы знаете как разворачивались события вот эти праздничные события этот вход чем знаменательный был что там ученики поработали организовали это шоу организовали да они по просьбе Христа они пошли и отвязали осла там в одном селении напротив селения было они пришли никому ничего не говорят заходят сарай осел стоял где-то привязанным наверное вот где-то в каком-то столе стоял да они отвязывают его выбегает ну я так выбегает хозяин да вы что делаете молчи старик он надобен господу вы знаете ученика особенно петр он был такой дерзкий на слова дерзкий на все потому что он эмоциональный был похожий как я сегодня на вот или я на него вот и но надобен господу отвязали его а тут испугался хозяин ну что раз господу забирай больше ничего не возьмешь нет ничего не возьму только осла возьму хотя есть написано вот здесь что сидя на ослице и молодом осли это тоже это это откровение и многие это это не понимают почему ведь ведь христос не не ехал на ослице и на осли вы понимаете о чем речь осленка привели но почему той мама здесь почему то задействована вот в этом сценарии мама тоже мама осленка это ослица ослица и молодой осел и нужно было осла осленка это отвязать он был привязан вы знаете как часто матери привязывают настолько своих ослях своих детей к себе и не хочет отвязать не желает отвязать его для господа думает ой он натворит много нехороших дел вы знаете буквально недавно у меня был такой случай что один ну там сильный контроль был ну для сына и переживали родители а он сказал все мне надоело это я хочу жить самостоятельно я уже взрослый понимаете дайте мне самостоятельно основывать свою жизнь они пригласили меня и просто ну что я скажу это мои хорошие друзья и я молился вы знаете в таком состоянии очень сложно дать ну быстрый такой скоропоспешный совет потому что если чуть неправильно будет это знаете грозит очень очень ну сильно да это это дорого я молился и господь говорит скажи пусть отвяжет его отпустят его он хотел захотел переехать в другой другой город и там жить самостоятельно я сказал не препятствуйте благословите отпустите пусть едет они смотрят на меня да да так господь сказал ну они так поступили хотя внутри было совершенно другое настроение потом когда уезжали они переживали на глазах и он такую ведет жизнь такую обеспечившись а что будет там они переживали и когда уже я кажется немножко рассказывал на молитвенном и когда уже перед перед отъездом его они пригласили чтобы я помолился он даже не хотел молиться но ради уважения ко мне мы помолились и я его вы знаете меня всегда с елей собой есть и я помазал его елеем во имя господа сделал помазание он не был больным потому что мы как-то привыкли всегда больных мазать а когда духовно больной мы не мажем его когда когда разум больной мы не мажем а только когда зуб заболел или голова заболела а почему она заболела мы не знаем мы мажем там есть три положения где нужно помазывать елеем. За больных, за прощение грехов и за восстановление позиций, восстановление позиций, чтобы были восстановлены в том уровне, который Бог хочет, чтобы они были. И я его помазал по этому третьему случаю за восстановление позиций, чтобы разум начал по-новому работать. Я хорошо ему сделал, и лоб смазал вот так. Вы знаете, он уехал совершенно потом через несколько дней звонит, говорит, не знаю, что со мной произошло. Все поменялось, я полностью по-новому начал думать. Не знаю, или это елей помог, или что-то помогло. Все изменило мое мышление. И они радостные, и он радостный. Он нашел церковь, он лидером служит в церкви, и все, и благословенный, это радость и благословение для родителей. Отвержите, он надобен Господу. Аллилуйя. Не держите, вы долго не удержите. И это не работает, когда мы держим уже взрослых детей под своим контролем. Не контролируйте их. Отпустите их. Контроль не работает. Контроль – это не от Господа. Может кто-то не согласится со мной, это ваше право. Но Бог никого никогда не контролировал и не контролирует. Бог любит. Аллилуйя. И отдал Сына Своего в жертву. Часто мы люди, мы думаем так, что Бог как сильный контролер. Он чуть в сторону, раз вправо, дубинка влево, дубинка, и вот, и не знаешь куда. Нет, дорогие мои, это любовь. Я потом немножко еще коснусь любви. А сейчас вот направляется Христос уже. Они помогли Ему, постелили одежды свои. Это тоже есть большое, большое, символическое значение. Одежды постелили на осленка. Свои одежды ученики укрыли. Это очень важно. Это для служителей, для лидеров. Мы должны все обеспечить для того, чтобы движение, молодежное движение развивалось. Чтобы Бог мог двигаться в них. Аллилуйя! Дорогие лидеры, служители, ответственные за молодежное служение, сделайте все, что зависит от вас, чтобы Бог мог двигаться в них. Аллилуйя! И когда Христос съезжал, пальмы и ветки, немножко, наверное, не такие, как здесь. Это были живые. Здесь, наверное, вот это все фальшивое, наверное. Ну, красиво вообще-то. Да, Андрей? Андрей, а чего тут нет живых цветов здесь? Здесь и здесь. На Пасху должны цветы быть. Как хочешь. У тебя есть организационный отдел. Пожалуйста. А будет? Будет. Хорошо. Я очень люблю живые цветы. Потому что они искусственные, они чем-то другим напоминают. Ну, пусть Господь благословит. Слава Господу. И вот постеляли одежды, постеляли палмы и ветви и постелали, да. Постелали. Но не ослу же постеляли, правда? Или ослу? Нет, не ослу. Может, осел и думал, что это ему, но это не ему. Это сидящему на нем. Аллилуйя. Аллилуйя. Это не нам слава, ему слава. Аллилуйя. Амин. Какой бы ты ни был, что бы ты ни делал, какие бы ты помазанием ни пользовался от Господа, это не твое все. Это ему слава. Это ему слава. Аллилуйя. Он достоин славы. И он сказал, я славы свои никому не дам. И он это просто не может передать славу. Он не может. Он только соединил себя с нами, и это есть слава Божья. Потому что церковь, отображение Божьей славы. Аллилуйя. Слава Господу. И они входят. Люди думают совершенно одно. Иисус совершенно другое думает. Вот смотрите. Таких два контраста. Те думают, придет, совершит бунт, восстание, прогонит всех римлян, вот этих все освободит, и все, и будет нормально. Но почему на осле? Въезжающий на осле, это вестник мира. Вестник добра, вестник любви. Это не предвестник каких-то войн, каких-то бунтов. И Христос въезжал на осле. И почему они кричали, ассана, ассана. Многие думают, что ассана, это как выражение прославления Господу. Это немножко в другом, в другой форме, дорогие мои. Слово ассана, если дословно перевести, это спаси сейчас. Вот сейчас. Или спасение. Вот спасение. Оссана сыну Давидову. Спасение сыну Давидову. Они провозглашали, потому что из Писания они знали, откуда придет избавление. Но они были совершенно в другом измерении. Иисус Христос был в одном измерении, а не в другом. Они не понимали Иисуса Христа. Христос их понимал. И вот это вызвало слезы у Христа. Вот почему он плакал. Он плакал, что они его не могли понимать. Там, наверное, были книжники, фарисеи. Были те, которые знали совершенно закон. И они понимали. И он думал, ну как же вы? Ну как же? Вы знаете, как иногда тяжело, когда ты хочешь, чтобы тебя понимали, и тебя просто не хотят понимать. Я переживал такое. Это было, это очень тяжело. Не понимают. И как объяснить? Просто не знаешь, как объяснить. И он плакал. Я представляю слезы Христа. И хотя это трудно представить, они падали на эту греховную землю. Эти горькие слезы. Это не просто были, просто так сделало вид какие-то, ну, формально. Это были вызваны отсюда, изнутри. И он плакал. Наверное, он скрывал, вот свои чувства скрывал, и слезы свои скрывал. Но ученики увидели, посмотрели, и, наверное, Петр говорит, Иоанна, слушай, учитель плачет. Все радуются, а учитель плачет. Почему ты платишь, Господь? Есть такая песня, что горько плакал великий могучий Христос, слезы горя на землю ронял. Аллилуйя. Я ощущаю присутствие Духа Святого сегодня в этом собрании. Я хочу, чтобы Дух Святой сегодня коснулся каждого сердца. потому что я сейчас скажу очень что-то важное, дорогие мои. Вы знаете, что Христос знает больше нас. Мы знаем, мы знаем очень мало. Он знает все. Он знает все. А мы знаем очень мало. Даже если так сказать, мы ничего не знаем. И это нормально. Это хорошо. Может кто-то не согласится со мной, а я скажу, что это неплохо, когда мы мало знаем. представьте, если бы сегодня я знал всю, ну, вашу, ну, вот, всех вас, ну, ваши все внутренние скрытые чувства, мысли, все, и ваше настроение, и ваши слова, и все, или вы знали мои все, и что я говорю, как я думаю о каждом, или что, ну, что бы это было, вы будьте внимательны. Христос, Бог от этого, это избавил нас от этого, чтобы нам не причинить боли, боли и скорби, и чтобы мы не грешили. Есть такое понятие, я бы хотел сегодня немножко остановиться, вот, что знание и любовь, знание и любовь, в Писании апостол Павел Коринфянам говорит, что знание, оно, что, надмывает, а любовь назидает, то есть созидает, любовь творит, любовь делает. Знание, я бы сказал, без любви, это ужасно, это разрушает, это убивает, это парализует все. И вот почему, когда Бог знает, что люди не могут обладать такой любовью, как обладает Бог, поэтому лишил знания. Вы представьте, что человек иногда, ну, есть хорошие, хорошие знания, я не имею в виду знание Писания, знание доктрин, это все нормально, это все нужно, все, а вот знать, вот, ну, то, что нам не надо знать. Вот смотрите, Бог скрыл некоторые моменты от человека, чтобы человек был счастлив, а человек решил все же дойти до этого, допустим, вот взять, расщепить атом, это, это, это довольно было сложная и трудная задача, но было время знания, разум достиг до этого, расщепили атом, и что, если там нет любви? Понимаете? Если, вот сейчас весь мир стоит перед загрозой, особенно не дать тем людям, которые не наполнены любовью Божией, чтобы, это не просто так, или мусульманским странам запрет к атомному оружию, потому что они не наполнены Божьей любовью, их месть убить, и вот не дать, лишить, вы понимаете? Христос знал учеников, знал, что Петр отречется от Него, даже когда избрал, Он знал, Он знал, что Иуда предаст Его, Он знал все, но Он любил, Его знание было намного, но любовь превозобладала над Его знанием, и это нормально, это то, что созидает, дорогие мои. Вы знаете, я хочу немножко применять, ближе, как реально привести, вы знаете, иногда мы, вообще мы всегда получаем очень много информации, правда, особенно здесь, в Америке, телефонные звонки, и вы знаете, чем мы больше получаем знания, тем мы больше становимся ответственнее, и переживаем, и если хорошо, если хорошее знание, хорошая весть, а если плохая весть. недавно позвонила одна, сестра, что там проблемы в семье, это из Карелии, и я ей сказал, что лучше бы тебе не знать то, что ты узнала. понимаете, так бывает иногда, лучше бы мы не знали то, что нам сказали, но Господь хочет наполнить нас своей любовью, чтобы любовь покрывала все. Дорогие мои, Христос любил, Он любил учеников, Он любил Иуду, Он любил этих всех людей, которые потом, через несколько дней, говорили, распни его. Он это знал, Он знал, что те самые, как сегодня Петр сказал, те самые, или кто-то, те самые люди, будут потом в толпе кричать, распни его, дай нам вораву. Он все это знал. Но Он продолжал любить. Это Его держало. Любовь. Он был в отображении Божьей любви. И Он победил. Вот что, дорогие мои, является самой большой победой. Побеждает, я бы сказал, не тот, кто знает. Это не победа. Много знать, это не достижение, и это не победа, но побеждает тот, кто любит. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие сестры, дорогие братья, матери, отцы. Когда вы знаете что-то, и о своих детях, и все, но я бы хотел, чтобы вот это знание было наполнено любовью Божьей. Так Бог хочет. Это нас вдохновит на большие подвиги ради того, чтобы дети были спасены, чтобы дети пришли к Богу, чтобы дети были посвящены Господу. Потому что, я читал, что для нас тоже есть Господь, обещает узликов нас их освободить. Вы знаете, как хорошо, что мы, ну, я не говорю за всех, но часто очень мало знаем о наших детях. Это хорошо. Может, кто-то не согласится, кто-то не поймет меня, но я вам скажу, что это нормально. Это даст нам возможность молиться, дерзновение, молиться за них. Пусть Господь наполнит нас вот теми чувствами, которые были у Христа. Вы знаете, Он знал, что Его будут бить там во дворе при расчешении, как и Афы. Он знал это. Он даже тогда, когда выгонял этих людей, Он знал, что через несколько дней эти люди вооружатся против Него. Он знал, что Его прибьют гвоздями Его руки и ноги. Он все это знал. И представьте, дорогие мои, что бы было бы с человеком, над которым так издевались и изнущались, если бы он не имел любви. Вы представляете, что бы этот человек ну сильный, всемогущий, всесильный личность, которая знает все, но не имеет любви. Это, наверное, сильнее даже расщепленного Адама. даже те упреки, которые сказали, эх, разрушающий храм, спаси себя самого, ты же знаешь, но Его молитва, прости и мочь, ибо они не знают, что делать, они не знают, что делать, а Он знал. Аллилуйя. Пусть Господь благословит нас, дорогие мои. Не стремитесь очень много знать, стремитесь иметь больше любви, любви к своим детям. Я, знаете, даже в настоящее время я очень сожалеваю то, что я мало любил своих детей, когда они были маленькими. Мало. Просто я не знаю, почему, просто некогда было любить. Вот так, можно сказать. Хотя это не оправдание. Но это ненормально. Вложите. Старайтесь меньше знать о них. Старайтесь больше любить их. И это спасет их. Это спасет и вас. Оно будет созидать. Оно не будет разрушать. Потому что, когда человек много знает, там нет любви, там может и проклятие, и неблагословение, и то, и другое, и третье. А чтоб тебе так, а чтоб тебе так. Это ненормально. Пусть Господь благословит и поможет нам вот иметь вот этот Дух Христов. Дух Христов и любовь Его в наше сердце. Аллилуйя. Господь продолжал любить. Любил тех, которые ревностно служили Ему, любил тех, которые и не ревностно служили, и которые вот так, ну, фарисейски, лицемерно обращались, которые даже надругались над Ним. Вы знаете, до чего довело вот этих людей вот это состояние? Что они взяли и разделили Иисуса Христа. Это ужасно. Они сняли с Его верхнюю одежду. Они обнажили Его перед всем народом. Это оскорбление. Это больше, чем оскорбление. Ему плевали в лицо. Ему били по щеках. Его за уши накручивали. Но Он продолжал любить. Он бы мог привести, как написано, что целый легион ангелов привести. Все бы стерлось. Навел бы в один миг порядок. Но любовь превозмогла. Любовь Божья превозмогла в Иисусе Христе над Его знанием. Я бы хотел, чтобы наша любовь была всегда превыше. Превыше того, что мы знаем и что мы делаем. Дорогие, мы сейчас будем молиться. Я бы хотел, чтобы действительно мы в сегодняшний день в этой молитве узнали время посещения Господа. Вот это самое главное, что мы должны знать. И больше ничего. Узнать время посещения Господа. Господь сегодня кого-то касается здесь. И Он хочет, как царь царей войти в твой дом, войти в твой храм и сделать там порядок. Он хочет быть хозяином твоим доме и начнет тебе служить. Кажется, как это так? Бог будет служить нам. Да, Бог будет служить вам. И мне как сегодня пастор Павел сказал за это милосердное семерянино. Он ничего не спрашивал «Откуда ты? А что ты? А почему ты?» нам иногда это хочется знать. Не то, чтобы внутри хочется знать. Но Он ничего не спрашивал. Он начал служить. Дорогие мои, давайте будем служить друг другу. И я бы хотел, чтобы в этой молитве Господь наполни наши сердца любовью своей. То, что мы говорим часто и может много говорим о любви, это не всегда та любовь, которую Господь хочет, чтобы она была излита в сердца своих детей. Бог хочет излить вот эту любовь, которую обладал Он. Это была настоящая любовь. Он любил, продолжал любить, независимо от обстоятельств. Он любил, любил, любил. И сегодня любит. Он любит тебя. Независимо, что ты делаешь, Он все знает, что ты делаешь. Ты не думаешь, что ты скроешься от Господа. Но Он делает вид, что ничего не знает. Однажды ангелу сказал, пастору сказал, я знаю твои дела. Я знаю твои дела. Иногда говорит для простых людей, я ничего не знаю, я знаю, что я люблю тебя. И я хочу тебе помочь. Дорогие мои, придем к Господу в этой молитве и скажем Господь, дай мне эту любовь, чтобы я начал этой любовью служить друг другу. Вы знаете, сколько людей сегодня желает, чтобы им служили, и некому им служить. никто не хочет служить, а все хотят новости знать, что где, кто кого, что куда, как, что это так людям приятно, и как-то люди получают какое-то удовлетворение, оно вообще не нужно. Независимо в каком состоянии, научимся служить друг другу, как служил Христос. Аллилуйя. А то получается, если я не буду знать, отчего это, я даже молиться не буду, да не надо, твоя молитва есть в таком состоянии. Наполни свое сердце любовью Божией и начни служить. Не старайся, не будь щедр на обличение, будь щедр на хорошие слова, на слова наполнены любовью. Аллилуйя. И это созидает, вот это работает, вот это созидание, знание разрушает, убивает, уничтожает и нас, и вокруг нас. Любовь наседает, строит и благословляет. Аллилуйя. Пусть Господь благословляет. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Давайте помолимся в их языках. Я хочу, чтобы Дух Святой взял во внимание в удел сегодня каждые слова, каждую молитву, чтобы слава вознеслась престолу благодати его, чтобы оттуда пришел ответ с неба. И ответ его будет, что твое сердце вольет эту любовь, которую ты будешь любить, любить независимо от обстоятельств, независимо кто, враг он, или друг, или брат, или недруг, ты будешь любить его. Халлилуйя. 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 Я чувствую, что Господь хочет что-то сказать сегодня в этот час. Павел, подойди сюда. Павел, подойди сюда. халлилуйя. Халлилуйя. согреть вас. Ибо час посещения моего. Стою у двери и стучу. Я не сужу твою падение, говорит, Дух Святой. Но я хочу восстановить сегодня тебя, говорит, Дух Святой. И если обратишься ко мне, милость моя придет в дом твой. И победа придет. И покой наполнен в дом твой. потому что бедствия стучатся и шум поражения приходит к Редушу Святой. Но я ходатайствую тебе и посылаю милость свою и помощь к тебе. Обратись, сын мой, обратись, дочь моя, ибо милость моя сегодня. Ибо я хочу собрать тебя и дать наставление тебе и хочу сделать победу в доме твоем чтобы ты поднялся и пошел и не имел поражения но имел успех и охрану граду и пойдешь и благодать моя и ангел мой будет сопровождать тебя и силой и победа придет в дом твой Дух Святой. Это время мое когда хочу великих перемен хотя хочу великих перемен и стучу и зову к себе и если отликнися милость придет говорит Дух Святой Аминь Аминь Вене Духа Святого сегодня здесь Аллилуйя И если ты далеко далеко ушел от Господа и говоришь Господь это время посещения я хочу чтобы ты посетил меня с миростью любовью благостью Господь я так хочу мы как пастыря мы готовы объединяй с тобой прийти к престолу благодати чтобы получить для тебя благодать а воочи Господь сегодня здесь Аллилуйя не пропусти этой возможности не пропусти этой возможности он сегодня здесь Он так близко сегодня. Халилюя, халилюя, халилюя. Халилюя, халилюя. Халилюя, халилюя. Благодарю Тебе, Господь. Благодарю Тебе, Господь, за Твоё время. Ты хотел, Господь. Ты простирал свои руки. Ты собирал, Бог, твой, Господь. И ты сказал, что это время посещения моего. Халилюя. Я обращаюсь прямо к тем людям, которые нуждаются. Нуждаются молитвы восстановления. Халилюя. Дух Святой здесь. он еще имеет возможность подождать тебя и обращаясь к тем людям которые сейчас услышали голос голос святого духа что он хотел восстановить тебя он продолжает стучаться он ждет тебя ты можешь выйти чтобы служителя команда постарей просто помолила тебя чтобы пришла милость твой дом аллилуйя чтобы господь покрыл тебя чтобы ты пошел это время время посещения не пропусти этой возможности благодарю тебя ясс благодарю тебя за открытые небеса господь за твой дух святой который здесь сегодня аллилуйя 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 благодарю тебя что ты говорил сегодня ты хотел господь ты хочу сегодня ездить и показаться вы славу в домах и в судьбах наших я знаю господь я благодарю тебя за видение твое буду тебя заведение господь что кому-то нужно сводить молитва развязать Господь потому что кто-то связал себя словами устне вере а воочем и сегодня нужна молитва веры Господь оно освободить этого человека освободить благословит его чтоб он пошёл исслава господния сопровождала его аллилюя халли Люя я знаю я доказать несколько человек которые связаны ли господь сам позовите приведите таких людей ко мне поэтому дух не рекоменция тебя сегодня собрать фutchesать тебя все беслава халлилюя было слава Господа аллиxual Господь говорит, что еще есть несколько людей Есть несколько человек, которым нужна молитва Чтобы ты был развязан сегодня Развязан, ты связал себя О, Господь, у тебя не пригоден Господь, мой бизнес не состоится Так, говорит, душевый, состоится Не связывай себя с новыми усть А воочем, придется славе Придется славе в твою судьбу и жизнь Аллилуйя, аллилуйя Тебе нужна молитва, молитва благословения Молитва благословения Он знает твою судьбу, он знает твою жизнь И он восстанавливающий Бог Он восстанавливающий Бог Аллилуйя Благословен ты, Господь Благословен ты, Господь Аллилуйя Дух Святой Мы не можем охотить, потому что ты кого-то еще ожидаешь А я знаю, что Дух Святой еще кого-то ожидает Аллилуйя Он еще кого-то ожидает Кому-то еще нужно развязаться Кому же нужно разнецит то, что тебя держит сегодня. Аваочи, пока Он еще здесь. Это время моего посещения. Это время моего посещения. Это Он посетил тебя сегодня? Ты здесь не случайный прохожий. Это время посещения. Почему-то Он исправил тебя здесь проговорил, чтобы тебя утвердить, чтобы тебя развязать, чтобы тебя помазать. Аваочи, о, я walnut играю за огонь твой Духа Святого. О, приходит Божий огонь, чтобы эти веревки, А воочи, которые были на Седрахе, Мисахе, Авгенаге, они были седены этим огнем, и ты был свободный и ходил с Сыном Божьим, ходил вокруг искушения, вокруг трудностей, вокруг потерянного падения, вокруг всего. Ты ходил, не был связан этот огонь здесь, аллилуйя. Он здесь, чтобы сжечь эти веревки, которые ты сейчас тебя связал, и люди связали тебя. А воочи, Холли Спирт, Господь, мы сделали все, что можно от нас, поэтому, Дух Святой, ты еще здесь, а воочи, благослови прямо сейчас, я прошу тебя, что пришел твой огонь, огонь на каждого человека, Господь, огонь на каждого человека, на каждого человека пришел огонь. А воочи, обоочи, 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 обоочи. Я хочу всегда обратиться к людям, там, где ты находишься, мы сейчас никого вперед не хотим вызвать, там, где ты находишься, обоочи, но ты чувствуешь, что ты говоришь, Господь, мне нужен твой огонь, чтобы меня развязать, Господь. Я еще не прорвался в духе, Господь, что-то держит меня, подними руку просто, подними руки, Господь, просто как знак, как знак, где ты находишься, Господь, я хочу в прорыв, Господь, я хочу, Господь, прорваться, я хочу, Господь, этого. Аллилуйя, Он придет, Он придет, а воочию мы будем совершать эту молитву. Я бы хотел, чтобы там, где вы находитесь, там, где вам Дух Святой показывает, что за этих людей нужно помолиться. Бог хочет по-новому, Он не хочет шаблонности, Он не хочет, чтобы толпа людей была. Нет, Он хочет, чтобы мы служили. Поэтому ты пришел, говорит, Господь, чем я могу послужить? А молиться друг за друга, дабы исцелиться. Поэтому, пожалуйста, повернитесь там, где Дух Святой тебе говорит, за этого человека помолиться. Аллилуйя, где ты муж и жена? Но возле вас стоят люди, и Дух Святой тебе говорит, что помолись за этих людей. Ты, возможно, видишь их первый раз. Я обращаюсь к служителям, к пастырям. Просто пройдите в народ. И кому Дух Святой вам покажет, помолитесь, а вас вложите руки. Просто молитесь. Передавай Божий огонь. Передавайте Божий огонь. Передавайте Божий помасание. Да придет сила, освобождение, исцеление, вспоможение. О, сегодня время выйти священником из притвора и прийти в народ. И просто молиться, а воочию, просто молиться. Я обращаюсь ко всем. Давайте будем послушать Духу Святому. Молитесь. Кого Дух Святого вам подсказывает, за кого молиться. Просто вложите руки на них. Просто молитесь Господу. О, Отец, мы благословляем тебя. Отец, мы благодарим тебя за прекрасную привилегу, за чудесные Господь Божьи движения. Отец, ты хотел. Ты хотел делать реформы. И ты видел, Господь. И это время моего посещения. И мы благословляем только людей. Сейчас молиться. Просто молиться, Господь. Молиться тебе. Отец, благослови церковь. Моляй, молиться, святая. Быть молитвенницей во имя Христа. Мы благословляем, чтобы все это нужны. Все эти проблемы, Господь. Все это связано с Господь. Было разрушено, развено. Да придет твой огонь. Да придет перемена Святого Духа. Аллилуйя. Мы благословляем тебя. Благословляем тебя, Господь. Великого, прекрасного Господа, светящего на престоле. Аллилуйя. Ты прекрасный, чудесный, помазанный Бог. И мы величаем тебя, что ты сегодня изливаешь свой Дух Святой. Аллилуйя. Ты даешь от престола благодати. И мы радуемся. Мы радуемся, как получишь велику милость. Как велику помощь, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, я просто в Духе чувствую. Я хочу быть открытым, Господь. Мы не сделали до конца ту работу, которую ты хотел. Я чувствую, Господь. Почему-то какое-то томление, Господь. Почему-то нет прорыва движения, Господь. Я не знаю, почему, Боже. Боже. Но я прошу тебя, дорогой Дух Святой. Продолжай с вами работу. Продолжай разговор, Господь. Аллилуйя. Ты сказал, это время моего посещения. О, ты ходишь и дать продолжать делать, Господь. И пусть и в этом собрании даже мы не видим больших, Господь, тех вещей. Но мы будем открыты. Мы будем продолжать, Господь. И когда пойдем сюда вечером, Господь, помоги нам действительно получить от тебя милость и обрести благодать для благовременной помощи, Господь. Для благовременной помощи. Она так необходима нам, эта помощь, эта поддержка. Не всегда наши лидеры будут с нами, Господь. Но день злой будет в судьбе и в жизни каждого человека. И оказаться верным, чистым и святым. Еще раз благодарим тебя за этот прекрасный день. За то, что ты пришел к своим. И слава Богу, если свои приняли тебя. Если не узнаешь, что ты в революбе посещений. И сделали то, что ты хотел. Да будешь ты благословен. Да будешь ты прославен. И весь Божий народ, любящий Господа, изыскан с сердца, да скажет. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Присягывайтесь, пожалуйста. Господь благ. Господь на этом месте. Господь Духом Святым присутствовал. И я благодарен Господу за это сегодняшнее служение. Это праздничное служение, когда мы вспоминаем въезд Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу. Друзья, я сделаю несколько объявлений, и мы будем приходить к заключительной молитве. Я хочу напомнить нам всем, и я думаю, что все мы это помним и знаем, но я все-таки хочу напомнить или возбуждать чистый смысл о том, что мы вступаем с вами в страстную неделю. Это неделя, когда Иисус Христос от сегодняшнего дня, где написано, что Он въехал в Иерусалим, и Он совершал какие-то действия, приготовлял себя, приготовлял свое служение, служение, страдание, на кресте Голговском и Васильевском.